Такие самобытные фестивали вызывают особый интерес у гостей нашей страны, тем более, когда для ее посещения нет никаких препятствий. Ровно год назад в Беларусь прибыл первый китайский турист без визы. Граждане КНР получили возможность в таком режиме путешествовать по нашей стране 30 дней. Как результат, гостей стало больше в полтора раза. Правда, сложным остается авиасообщение. Всего один рейс, да и тот не из дешевых. Почему одна из крупных китайских корпораций отправилась в тур по Беларуси? И как встречает наша земля, расскажет Ян Пашкевич. Да, вот именно таким образом, как бы это странно ни звучало, китайские туристы в большинстве случаев попадают в Беларусь. То есть приезжают на автобусе, конечно же, не из самого Китая. Они прилетают в Европу, потом берут комплексный тур, где Беларусь одна из остановок. Но, конечно же, в нашей стране стремятся к тому, чтобы гости из Поднебесной задерживались как можно дольше. В том числе к этому усилия прикладывают и китайские бизнесмены. Фермер Вэй Сюджэнь давно пустил корни в белорусскую землю. Небольшие ростки китайских огурцов, помидоров, фасоли и перца разрослись в масштабную ферму. Земля оказалась настолько плодородной, что вот-вот рядом с теплицами вырастет и агроусадьба. Дизайн твой? Да, я сам придумаю. Симулятор деревенской жизни Сюджэнь хочет предложить опробовать туристам из Китая, пока проводит бета-тестирование на своих друзьях. Калавадзе, да, это уже ясные. Ну, тостки, да, вот это очень простые. Ну, если у деревни, да, это очень подходит, без этого агроусадьба. Но это не сложно, это крепкие очень. Открыть одна гостиница планируют к старту туристического сезона. Я думаю, что в следующем году еще будет лучше, больше людей. Поэтому надо как-то быстро делать вот это все. Для китайцев сад это символическое место, а здесь они еще и могут сами нарвать себе разных вкусностей и съесть. Для нас это очень интересно. А вот такая компактная копия белорусской фермы расположилась во дворе столичного хостела. Его открыла Янчан. Со стартом без визов Китая началась эпоха большого географического открытия Беларуси. И бизнес-леди из Гонконга стала одним из первооткрывателей. Я бросила все, когда уехала в Беларусь, чтобы начать здесь жить и открыть свой бизнес в сфере туризма. Возможность приехать на 30 дней без визы делает вашу страну очень привлекательной для жителей Китая. Гиперскачок совершил и рейтинг популярности Беларуси как место для подвижного отдыха. Так, одна из китайских корпораций провела она в стране грандиозный по масштабам пикник. Одновременно приезжает почти 2,5 тысячи туристов. Это очень немаловажно. И причем у них были свои условия очень жесткие. Это проживание в престижных отелях, это автобусы престижного класса. Сейчас, наверное, немаловажным стало бы решение вопроса с Россией о взаимном признании виз для граждан третьих стран. Тогда мы могли бы формировать комбинированные туры именно с Россией. Это был бы плюс и для нас, и для России. А вот что подрезает крылья и не позволяет туристическому потенциалу набрать полную высоту – сложность маршрута, пока Пекин и Минск связывает лишь один авиарейс. Рейс Пекин-Минск, он, к сожалению, дорогой. Дороже, чем рейсы через другие страны, через другие города. Недавно был визит китайской компании Greenland из Шанхая. С ним также была достигнута договоренность о возможностях открытия прямого рейса, поскольку у них есть собственность и авиакомпания. Кроме того, по мнению посла, к белорусской калорийности следует добавить и китайской калорийности. Как мне сказали китайские товарищи, один раз в день они хотят кушать китайскую еду, поэтому увеличение количества китайских ресторанов – это тоже является важным фактором. Заявить о себе в полный голос успел и традиционный для Китая ресторан-караоке, только что открывшийся в столице. Первые дни работы показали и сголодались по азиатской кухне не только китайские жители Минска, но и местные. Ради интервью мы пришли до открытия ресторана. В другое время за свободные места придется побороться. Шеф-повар у нас более 20 лет, работал в Китае. Это наш непосредственно генеральный директор, Хуль Дзян, его переманил к нам. У нас на кухне работает всего 7 поваров, 7 китайцев. Таким образом, Беларусь обретает все новые привлекательные черты для туристов из Поднебесной. Многим из которых еще только предстоит открыть для себя нашу страну. Ян Пашкевич, Андрей Христин, Владимир Тихонович и Александр Олешко. Агентство теленовостей.